Не успел вчера посмотреть Гонопольское, не знаю выступил ли там Евгений Киселев, но я вижу у него появилась новая запись, поэтому зачитаю ее, он обычно пишет всегда очень интересно. Итак, а что с Крымом и Донбассом? Откровенно говоря, из моего киевского далека, мне была интереснее всего та часть дебатов, которая была посвящена Украине. В частности, мне хотелось услышать ответ Алексея Навального на контрольный вопрос, как он поступит с Крымом, если когда-нибудь станет вдруг президентом России. Ответа я так и не услышал, чего собственно и ожидал. Навальному, на мой взгляд, невозможно было ответить на этот вопрос. Откровенно. 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 Конверсм. режим убийц и тут же что-то про амнистию, предусмотренную Минскими соглашениями. Как это вообще может сочетаться с коррумпированным режимом убийц и амнистия? К моему огорчению, не среагировал Навальный на многочисленные пропагандистские клише, то и дело срывающиеся сгуб его оппонента. Про реально нацистскую власть в Киеве. Про моральный и культурный геноцид русского народа в Украине. Можно было бы блеснуть знанием темы, спросить, кого именно Гиркин имеет в виду русскоговорящих украинцев или украинских граждан, считающих себя этническими русскими. Или спросить Гиркина, а как он объясняет то обстоятельство, что множество тех и других с первых дней войны на Донбассе добровольцами пошли воевать против него и его подручных. И почему так называемые взявшиеся за оружие шахтеры и трактористы встретили решительный отпор на большей части территории Восточной Украины, той самой, которую отдельные кремлевские мечтатели все еще грезят Малороссии. На мой взгляд, не был готов Навальный к разговору о сбитом Боинге. Хотя буквально накануне исполнилось ровно три года гибели рейса MH17. И в прессе появилось множество новой информации, укрепляющие в голове у всякого здравомыслящего человека уверенность в том, что самолет был сбит в результате спецопераций российских военных спецслужб. Было очень досадно, что Навальный не среагировал на важнейший, концептуальный тезис Гиркина. На мой взгляд, без воссоединения России, без полного воссоединения русского народа, возрождение нашей страны в любой ее форме невозможно. Я так ждал, что Навальный спросит его. Так что вы предлагаете отвоевать у Эстонии район Нарвы? У Латвии Латгалию? Хотите с НАТО ядерную войну развязать? Но Навальный промолчал. Правда, в другой части дискуссии что-то сказал про русскоговорящие районы Северного Казахстана. Но ведь не туда направлены амбиции российских имперцев. Не на восток, а на запад. И что для меня более всего досадно, Алексей Анатольевич так и не ответил на вопрос, считает ли он Гиркина военным преступником. Мне лично, как и многим, утвердительный ответ на этот вопрос кажется совершенно очевидным. Но, видимо, мужественному человеку Алексею Навальному все же не хватило характера, чтобы сказать об этом оппоненту в глаза. А жаль. Как бы не относиться к Навальному, не хочу вступать в ожесточенные споры между российскими политиками, политологами, журналистами, кто он на самом деле Алексей Анатольевич на сегодняшний день является. Он, безусловно, единственный, маломальски популярный оппозиционный политик. И очень досадно, что в споре с ничтожным Гиркиным выглядел крайне неубедительно. В итоге так и осталось непонятно, зачем все эти дебаты в кавычках были затеяны. Разве для того, чтобы сделать Гиркину какую-нибудь рекламу? Хоть немного укрепить его популярность как человека, который способен отсеять Путина часть уже отмороженного электората? Для чего вообще все это было нужно Навальному? Пока теряюсь в догадках. Евгений Киселев.